На библейском портале «Экзегет» мы читаем дневное Евангелие недели по Богоявлению. Особые чтения полагаются Церквью в субботний воскресный день после праздника Крещения Господня. Они являются отзвуком тех событий, в которые особенно мы погружались в день празднования Крещения Господня и свидетельствуют нам о дальнейшем развитии событий. После Богоявления Господь отошел в места уединенные, и там, в пустыне, Господь сорок дней ничего не вкушал. Именно это означает слова о том, что он постился. И на исходе этих дней дьявол, не ведая, что творит, в некотором безумии, которое присуще этому падшему духу, взялся искушать Господа, предлагая ему три вида искушений. Когда Господь все их отверг, то дьявол посрамленный отступил, а ангелы, узнав своего владыку, сокрытого под человеческой природой, приступили и служили ему. И начинается чтение воскресного дня следующими словами. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею». За полгода до явления Христа народу явился на Иордане Иоанн Креститель, призывая всех покаяться и веровать в того, кто грядет вслед за ним, как в подлинного Мессию и Спасителя всего человечества. И вот, выполнив свою миссию, Иоанн был заключен под стражу. И та ненависть, которая была обращена к Богу, оказалась излитой на печать пророков, на лучшего и высшего среди рожденных женами Иоанна Крестителя за ту правду, которой дышали его слова, за те обличения, которые были необходимы человечеству для покаяния и для встречи, для узнавания грядущего вслед за ним Мессии. Оставив Назарет, Господь приходит и поселяется. Пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Пророк Исайя, предвидя явление Господа в этой земле, изрек Духом Святым, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая. Сначала представляется печальная и безрадостная картина жизни этого язычниками оскверняемого места, но именно где имел свет Господень воссиять только на сидящих во тьме, потому Духом Святым изрекает Исайя за 600 лет до явления Христа Спасителя. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Не зря именуется День Крещения, праздник Богоявления, еще и Днем Светов, потому что свет истинный является в мир для просвещения всякого человека уже во всей силе проповеднической, чудотворческой, пророческой и служебной. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это проповедь, которую мы уже слышали из уст Иоанна Крестителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Вся полнота благ, приуготованных Господом для своего человечества, является уже сейчас, уже здесь, но восхождение к ним, к этим благам, и только одно — это покаяние, это отвращение от злых дел своих, это обращение от тьмы к свету истинному. Нельзя, не признав Бога, признать Его Мессию, нельзя, не исповедав мир результатом творческого Божьего действия, найти в Нем пути, ведущие ко спасению. Нельзя, не признав закону Божьего, нравственного закона, установленного для всего человечества, и усмотрев себя Его нарушителем, прийти к Богу, поскольку только покаяние, как результат осмысления своих согрешений, осознание их, как противление закону Божьему, приводит к Господу, к свету истинному, надлежит всякому человеку, омыть грехи свои слезами раскаяния, прийти к купеле крещения, сподобиться благодати рождения в жизнь вечную, и остаток жизни своей, жить уже Христа ради, как говорил апостол Павел, уже не я живу, но живет во мне Христос. Таким образом, уклоняясь от всякого согрешения, а всякое все-таки допущенное согрешение, омывая, очищая в таинстве исповеди, мы и призваны следовать в небесное царствие, уготованное для нас прежде сложения мира. Аминь.